Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Дмитрий, я технический специалист по газовой технике. И сегодня хочу вам рассказать, как правильно подключить домашний газовый инфракрасный обогреватель BALU. Прибор поставляется в собранном виде и необходимо только перекрепить кронштейн газового баллона. Для этого необходимо открутить два верхних винтика. После того, как мы открутили кронштейн, необходимо установить газовый баллон внутрь прибора. Если газовый баллон был новый, необходимо стравить воздушную подушку, которая образовалась при первой заправке газом. Для этого необходимо на открытом воздухе несколько раз открыть газовый вентиль менее одной секунды. Газовый редуктор уже установлен на шланг, соответственно необходимо только прикрутить его к баллону. Обращаем внимание, что резьба левая, соответственно закручивается гайка в левую сторону. Перед закреплением редуктора на газовый баллон убедитесь в наличии герметичной прокладки. Необходимо затянуть гайку специальным газовым ключом. Затянув газовое соединение, устанавливаем баллон внутрь. Баллон практически полностью помещается внутрь газовой тумбы, соответственно придавая ей большую устойчивость. Снаружи закрепляем баллон от выпадения специальным кронштейном. После монтажа газового баллона не забываем открыть вентиль газового крана на самом баллоне. После установки газового баллона и открытия газового крана на самом баллоне нажимаем на ручку газового электромагнитного клапана, тем самым открывая подачу газа на фитиль. Необходимо учесть, что при первом розжиге в газовом шланге и во всех газовых магистралях внутри самого прибора находится воздух, который должен выйти через маленькое сопло 0,58 мм. На это потребуется немного времени. После чего кнопкой пьезорозжига даем искру на фитиль до тех пор, пока не появится пламя. После розжига фитиляник какое-то время необходимо удерживать клапан нажатым вручную до тех пор, пока не нагреется термопара и сигнал от нее не будет удерживать клапан в автоматическом режиме. После чего можно плавно отпустить ручку. Убедившись, что термопара нагрелась и газовый клапан открыт, можно отпустить ручку и плавным нажатием и поворотом установить обогреватель на необходимую мощность. Одна, две или три керамические горелки соответственно. Сейчас выставлен режим двух горелок, центральная и левая. Через одну-две минуты они разгорятся до красна и начнут излучать тепло в инфракрасном спектре. В приборе установлена трехуровневая система безопасности, в которой включает в себя электромагнитный клапан, защитную термопару, а также датчик опрокидывания. Защитная термопара это сплав двух проводников, которые при нагреве выделяют термоэдс. Микротоки до 0,12 милливольт идут через датчик опрокидывания на электромагнитный клапан, который в свою очередь держится открытым до тех пор, пока есть горение на фитиле. Если по какой-то причине прибор затух, в избежание утечки газа клапан перекрывается, тем самым закрывая подачу газа. В случае, если прибор будет опрокинут более чем на 45 градусов от вертикали, сигнал точно так же от термопара не будет проходить на электромагнитный клапан и подача газа прекращается. Для наглядности обогрева я включил две из трех панелей, чтобы было видно, как выглядит панель в холодном состоянии и две панели в нагретом состоянии, которые уже излучают тепла мощностью порядка 3 кВт. Если возникают сложности при запуске прибора, не обязательно искать книжку с инструкцией, достаточно просто посмотреть на верхнюю панель прибора, на которой пошагово подробно прописаны все действия для включения и выключения прибора. Сейчас прибор работает на полную мощность и выделяет 4,2 кВт тепла, при этом расходует 315 грамм в час сжиженного газа. На полной мощности прибор может работать до двух суток непрерывно, на минимальной мощности на одной керамической панели до четырех. Надеюсь, вам было все понятно. Спасибо за просмотр.